добрый вечер мои дорогие рада вас всех приветствовать на своем канале попробую записать необычное видео но это нет с тем гостем про которого я говорила тот гость говорит я не артист чтобы выступать поэтому нет во всяком случае пока нет ну это его право это личность или даже сущность очень серьезно поэтому я не имею права ни в коем случае настаивать когда посчитает нужным тогда он расскажет что-нибудь а вот но попробуем пообщаться с владимировым вольфовичем жириновским я тут так карту достану которую но немножко вам хотя бы на экране больше интереснее было ну вот пожалуйста король пентаклей хорошая карта ресурсная заодно и владимир вольфович очень мудрый человек умудренный опытом и мы очень многие слышали записи его предсказания которые сбывались поговорить он любит общаться он любит поэтому может быть и нам чего-нибудь расскажет расскажете владимир вольфович ну расскажу хорошо давай всех конечно интересует когда все закончится как вам сказать все настолько меняется настолько не сформированы события еще некоторым очень хочется вообще пустить землю позад под откос поэтому еще не началась но мы стоим на грани а я сказал мы стоим вы стоите на грани третьей мировой если удастся договориться то конечно все остановится но 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 разговаривать не хотят слышать не хотят ни черта им не надо возомнили себя богами и думают что решат нам решить могут любой вопрос на свете поэтому украина проиграла америка проиграла англия проиграла и это неоспоримо это доказывать не нужно это ясно всем в мире сейчас будет сходить на нет поставки вооружения украине и закончится совсем вот смотрите как американцы только откажется поставлять украине хоть что-то хоть доллар отсчитывайте три месяца и все закончится почему нет точных дат еще раз повторяю давно все должно было закончиться но вот эти придурки лезут прямо на вилы сами уничтожая себя в первую очередь поэтому точных дат быть не может но говорю как только прекратятся поставки вооружения на украине от американцев отсчитывайте три месяца и все закончится но что еще вам сказать ну про этот параллельный мир где нахожусь особо не расскажешь не дадут но но скучно вот скучно не с кем поговорить вот нет умных людей чтобы поговорить конечно у каждого свое занятие а я тут туда-сюда хожу с кем бы пообщаться люблю поговорить люблю когда начинается переход это страшно а потом наступает ощущение спокойствия что ты как бы возвращаешься домой земля это не основной наш дом мы можем здесь жить много долго но это не основной дом наш дом и другом месте другом мире где нет этих всяких законов нет дурацких привязок все просто все понятно и жизнь тут есть вот это могу сказать точно жизнь есть остальное каждый несет как бы то что он в этой жизни набрал в себя вот эту энергию энергии знаний энергию опыта энергию труда что было сделано то что оставили своим потомкам вот эту энергию вы забираете с собой поэтому когда вам говорят что деньги не унесешь с собой до бумажки нет но энергию их можно главное чтобы это не было самоцелью набор денег это плохо должно быть во всем равновесие машину с собой не заберешь но энергию вот этого забрать можно поэтому либо вы набираете духовную энергию либо вы набираете энергию но энергия материального мира тяжело она тянет поэтому и говорят о духовности это очень важно поэтому развивайтесь читайте читайте изучайте познавайте что-то новое несмотря на то сколько вам лет это важно когда уйдете вам тогда будет проще к материальному нужно стремиться каждый должен жить хорошо нельзя сидеть и ничего не делать и прийти как бы бессеребренником туда бессеребренники там тоже особо не нужны если этот бессеребренник не развивался духовно вы туда тогда придете пустынь поэтому пока выходите пока вы дышите развивайтесь изучайте читайте познавайте вот эту энергию всего вот этого вы сможете с собой унести точно это второй вопрос путин как ленин ленин жил ленин жив ленин будет жить так и путин ленин путин жив не верьте никому не каким дурацким каналам это все вранье им выгодно выгодно вас травить напугать и разжечь все изнутри а те кто живет на украине выгодно разуверить и напугать следующим президентом будет мужчина средних лет 40 45 пока он не определен имени назвать я не могу но он будет следовать путем который проложил путин и еще успеет захватить поработать с командой путина главное сейчас путину молодежь подтянуть молодежь у что она делает приеме правильно правильно это важно это очень важно чтобы вот этот труд его а он для государства сделал много не пропал даром да я во многом с ним не согласен был в чем-то я понял его правоту спустя время но у нас в россии всегда надеются на барина барин придет барин нас рассудит поэтому вот эта чехарда и получается что был хороший барин все было хорошо за ним приходит другой барин который может все разрушить но в наших силах обычных людей не дать новому барин все разрушить что ожидает россия в ближайшее время можно сказать ну россия будет идти к процветанию может быть медленно может быть спотыкая за где-то но идти к процветанию это неизбежно россия богатая страна и сейчас начинается использование всех вот этих ресурсов в общем-то праве контролировать нужно как же ж русские могут чего-нибудь не отжать поэтому контроль нужен но у многих богатых нынешних богатых голове сейчас тоже произошли перемены они более уверены в своем будущем и поэтому большей степени начинают что-то делать для страны но сами понимаете быстро не будет яхту никто конечно не отдаст бедняку бедняк должен сам работать вспомните что я говорил о том что все-таки энергию можно с собой унести нарабатывайте ее пока есть время будут большие перемены в плане руководящие состава наша партия потихоньку будет все контролировать я не могу сказать что мы там везде будем побеждать на выборах но контроль будет усиливаться коммунисты будут отходить на задний план будут сейчас архивы открываться и многие могут разочароваться в том что тогда происходило хотя назад историю не повернешь что было то было вот это тянуть с собой точно не надо но выводы делать нужно а какие-нибудь катаклизмы серьезные в двадцать четвертом году ожидают россию ну как всегда южные регионы засухи будут и серьезные ветра дуя вот эти пески когда идут заносит посева песком на урале много будет дождей но дальний восток у нас там как всегда будет подтопление как это обычно бывает каждый год да нет но погода меняется погода меняется поэтому нужно быть к этому готов готовыми где-то будет очень жарко где-то будет слишком мокро и это может быть даже в средних регионах центральных западных вот эти вот среди на эти регионы когда за короткое время погода будет меняться поэтому к этому надо быть готовыми потому что по урожаю по зерновым может ударить конечно будет новая болячка но искусственно созданная с ней будет сложно справиться но решение найдут опыт уже есть решение найдут в европе может начаться эпидемия старых болезней типа очень старых тут уже я не буду называть их чтобы меня не заблокировали канал на букву х на букву х на букву т и почему-то показывают оспу лица вот прямо вот этими знаете болячками покрытые на букву х выпустили говорит что выпустили из лаборатории или выпустят из лаборатории кто-то будет перевозить ампулы и они будут повреждены поэтому будьте пожалуйста очень аккуратно особенно кто хочет туда ехать отдыхать или на путешествие карпаты ну вот этот вот сейчас попробуй объяснить этот вот хребет который вот карпатские горы туда в европу идет дальше и туда связь с грузией будет трясти в следующем году землетрясений будет много но серьезных наводнений нет ну затопления будут из-за сильных дождей но так чтобы вот именно серьезное наводнение нет а в израиле будет задействовано ядерное оружие нет 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 до этого не дойдет но боевые затянутся и будут там долго они бороться и вполне подтянуты будут и другие арабские государства но разрушено там будет почти все а по россии будут с украины серьезные обстрелы задают такие вопросы я так понимаю не просто беспилотники а ракетные вот эти обстрелы не 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 дострелят не добьют они белгородская еще может какое-то время доставаться еще донецк будет прилет и возьмут обдиевку все стихнет и начнутся когда события в районе Харькова стихнет для белгородской области а туда курская брянская белоруссия они не смогут задействовать но они будут использовать новые на линии соприкосновения так что можете не волноваться говорит что устал пойдет может как-нибудь еще раз заглянет спасибо большое владимир вольфович может быть еще пообщаемся ну я надеюсь вы получили ответы на свои вопросы моим конечно голосом но когда так работает что идет информация ты не успеваешь ее даже обдумать вот она бьется и льется поток поэтому ну кто хочет верьте кто хочет не верьте ответы вам даны а там поживем увидим у у нас очень много почему-то на канал к малахову приглашают индусов предсказателям интересно у нас в россии нет что ли таких или они не известно прячется я думаю что есть люди я не говорю о себе ни в коем случае она канал не пойду но просто очень удивительно что именно индусов но опять же это все больше общие слова и не более конкретики хотя я с чем-то я согласна с чем-то я категорически не согласна ну поживем увидим желаю вам всем чтобы все это как можно быстрее закончилось да кстати вы заметили что он про 30 ноября ничего не сказал а сказал что когда закончится поставка вооружения украине отсчитываем 3 месяца а про 20 по 30 ноября ничего не сказал но владимиру владимирович при этом ничего не угрожает поэтому наблюдаем смотрим что будет дальше берегите себя берегите своих близких и до новых встреч